В наше время мы настолько привыкли к комфорту, что уже не представляем свою жизнь без отопительного и водогрейного газового оборудования. Но для того, чтобы оно служило долго и надёжно, необходимо соблюдать правила безаварийной эксплуатации. Речь идёт не только о техническом обслуживании, но и проверке состояния инженерных систем, дымовых и вентиляционных каналов в установленные сроки. Это крайне важно, и вот почему. Во время эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов могут возникать такие неисправности, как разрушение стенок дымоходов, образование трещин в стенках дымоходов, вентиляционных каналов и их оголовков, засорение строительным мусором, другими посторонними предметами. Пользование газовым оборудованием при неисправных дымовых и вентиляционных каналах может привести к трагедии и даже гибели людей вследствие отравления угарным газом. Правилами установлена периодичность проверки дымовых и вентиляционных каналов для дописанного газового оборудования, независимо из какого материала они изготовлены, обязательно перед отопительным сезоном. Для водогрейного газового оборудования не реже одного раза в год, а если дымоход выполнен из кирпича, не реже одного раза в три месяца. Ведь недаром необходимость проведения проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов является одним из требований, прописанных в руководстве по эксплуатации газового оборудования. Периодическую проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов осуществляют специализированные организации, а в случаях, если указанное оборудование установлено в одноквартирном или блокированном жилом доме с коаксиальным дымоходом, разрешается выполнять эту работу его собственникам, прошедшим специальное обучение и допущенным по результатам обучению в выполнении указанных работ. С регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов. В зимнее время, когда на улице нередки неблагоприятные погодные условия, такие как ветер, низкая температура воздуха или высокий уровень влажности, увеличивается вероятность обмерзания головков, дымовых труб в жилых домах, где установлены газовые котлы и проточные водонагреватели. Поры воды, которые образуются при горении газообразного топлива, на стенках неутепленного дымового канала образуют конденсат, который при минусовых температурах превращается в лед. Также причиной обмерзания может явиться попадание атмосферных осадков, снег, дождь на оголовки дымовых труб с последующим замерзанием. Признаком обмерзания труб в первую очередь является появление обратной тяги, как следствие прекращения работы газоиспользующего оборудования. Существует такое явление, как обратная тяга. Проявление этого эффекта видно сразу и невооруженным глазом. Дым от сгорания топлива выходит не так, как ему положено в дымоход, а движется в помещение, чем создает опасность отравления человека продуктами сгорания и угарным газом. Следует помнить, что порой соблюдение простых правил поможет уберечь вашу семью от большой беды.